Девушки отдыхают Впрочем, обо всем будем говорить по порядку. Начинаем с игры между Малагой и Леванты. На поле андалусийской команды проходила игра. Обе команды без серьезных турнирных мотиваций и задач. Малага за несколько туров до этого матча обеспечила себе сохранение прописки в испанском примере. Леванты находился еще выше. В общем, такие играли середняки. Наверное, можно подводить какие-то итоги сезона. В общем-то, не самого простого для Малаги. По ходу чемпионата команду довольно сильно трясло. И тот тренд, который был объявлен заранее о омоложении команды и о развитии именно в этом направлении, в общем-то, изменился по ходу чемпионата. И снова старая гвардия здесь внесла довольно серьезный вклад в игру команды. И Рокки, Санта-Крус, и Дуда. Но были в том числе и достаточно молодые, интересные ребята, которые появлялись по ходу чемпионата в составе команды Бернда Шустера. В этом матче у Малаги Вилли Кабальера играли Камачо в центре обороны с Великтоном. Были достаточно серьезные проблемы с составом. Элизео Антуниш на краях, Дардер, Перес, Портильо, Амрабат, Самуэль Э и Рискальдани. То есть, в общем-то, по составу даже видно, что здесь в концовке чемпионата у Малаги довольно много молодых имен в стартовом составе. Ну а это эпизод, который привел к голу. Ошибся Кейлор Навас. В общем, вратарь достаточно уверенный, игравший по ходу всего чемпионата в составе Леванте. Но здесь он не то чтобы гол себе привез, но, по крайней мере, очень сильно команде соперника помог, сыграв коряво в эпизоде. Ну и дальше уже игроки Леванте не смогли исправить ошибку Кейлора Наваса. Но при этом, в целом, Кейлор Навас отыграл очень прилично в этом матче, как и во всем. Как и по ходу, еще раз повторю, всего чемпионата, вполне возможно, что Кейлор Навас этим летом сменит команду на более статусную, что ли. Навас, Винтера, Наварро, Нагора, Хуанфран, Диопси, Сока, Касадесус, Риос, Пинто и Бараль. Вот таков был состав Леванте на эту встречу. Валенсийская команда тоже, в общем, может быть довольна этим сезоном, потому что из года в год Леванте хоронят и отправляют во второй испанский дивизион. А Леванте остается на плаву и, мало того, даже время от времени выходят еще и в Еврокубке. Потихонечку идет процесс омоложения команды и здесь появляются новые футболисты на смену тем, которые покидают команду. И потихонечку Леванте так укрепляет свои позиции и вовсе это уже никакой не аутсайдер чемпионата, а команда достаточно плотно стоящая на ногах. Диоп получает отложенный штраф уже по ходу второго тайма, получает желтую карточку за срыв потенциально очень опасной атаки и вместе со второй желтой получает и красную. Здесь абсолютно при этом Иглесиас справедлив. Нарушение правил здесь похоже было. Диоп вроде как терял равновесие, но все-таки соперника зацепил и с поля удаляется. Леванте остается в меньшинстве. Ну а Малага продолжает атаковать. Гол забил единственной портилье в этой встрече. Мы с вами видели. Произошло это на 60-й минуте. Мог быть забит и еще один мяч в этой встрече. 11-метровый Иглесиас назначает в концовке уже игры. Сейчас мы увидим с вами повторы, что там случилось. Здесь Хуанми очень неплохо разворачивался, но его все-таки сбили, а Касада, подошедший к точке, ударил на трибуну мяч. Отправил и таким образом счет не изменился. Он остался по-прежнему 1-0 в пользу хозяев поля. Мощный удар, очень высоко и на этом заканчивается эта встреча. 1-0 в пользу Малаги. Она заканчивает сезон победой. Следующий матч нашего обзора также для хозяев. Закончился победой. Мадридский Реал обыгрывает дома Эспаньол. Очень много разговоров было по поводу фигуры Криштиану Роналду перед этим матчем. Потому что он почувствовал боль и его было решено поберечь в преддверии финала Лиги Чемпионов, который состоится в ближайшую субботу. Ну и в конечном итоге состав Мадрида был следующим. Касильес в воротах. Об этом тоже было объявлено заранее. Перед финалом Лиги Чемпионов Карл Анчинуте обещал дать игровую практику именно Икеру Касильесу. Так вот Касильес занял место в воротах. Варан и Серхио Рано сыграли в центре обороны. Марселло и Кровахаль на флангах. Илья Роменди, Иско и Хидира в опорной зоне. Это тоже, в общем-то, прикидка уже к Лиге Чемпионовскому финалу, в котором не будет играть Хаби Алонс из-за дисквалификации. Объявлено о том, что Илья Роменди станет тем самым футболистом, который заменит основного центрального полузащитника мадридской команды. Демария, Бензима и Бейл. Это была группа атаки в отсутствии Криштиану Роналду. Что касается Эспаньола, то здесь, пожалуй, не было каких-то очень уж больших сюрпризов. Все основные игроки были в строю. Ну а вот так Гаррет Бейл сам момент себе создал и самолично его же загубил. Отобрал мяч в штрафной. Вроде бы здорово обыграл двоих, но вовремя вышший из ворот Касилья сумел мяч отбить. Касилья и Касилья играли в воротах в этом матче, но так уже неоднократно бывало. Симау мог забить первый гол своей команды. Его здесь очень вовремя накрывает Карвахаль. Первый тайм получился не самым ярким, пожалуй, но прежде всего для болельщиков Реала. Мы с вами видели, что и зрителей немного. Как говорится, зритель проголосовал ногами. И провал в концовке чемпионата, но именно в том, что касается матчей Лиги Испанской. В общем-то, воспринял соответствующим образом и полупустой стадион на последний матч Реала как символ недовольства болельщиков тем, что происходит. Анхель Демария едва не забивает в ближний угол. Мог получиться красавец гол. А это уже Серхио Гарсия. И есть справа партнер, но следует передача в центр. И удар Абрахама из-за предела штрафной, но неточный. Касили здесь до мяча дотянулся, должен был быть угловой. Однако Фернандес Барбалан этого касания вратаря не заметил и углового не назначил. Серхио Рамос, который проводит в личном зачете феноменальную концовку и забивает в нескольких матчах подряд. На этот раз бьет чуть-чуть выше ворот. Карим Бензима подхватывает мяч после перехвата. И на ударную позицию выходит Гаррет Бейл, который с правой ноги забивает мяч с помощью отскока от штанги. Красивый получается гол, и передача хорошая, и удар качественный, и все как нужно сделал Гаррет Бейл. Его очень серьезно критиковали по ходу всего сезона. Хотя, на самом деле, серьезных каких-то поводов все-таки не было. Пожалуй, Гаррет Бейл действительно не играл на том уровне, на котором он играл в Тоттельхэмин. И было бы странно ожидать прямой параллели. Гаррет Бейл показал прекрасные цифры и забивал многое передачи, раздавал по ходу сезона. Замена в составе Реала. Уходит Карим Бензима. Он также почувствовал боль в паху и попросил замены. Ну и в преддверии, опять же, финала чемпионской лиги его не стали здесь мучить и дали Гаррету Бейлу возможность восстановиться. Что касается Гаррета Бейла, то это был его 15-й гол в 27 играх. Очень хорошие цифры в том, что касается именно забитых мячей. Ну а вот так забивается второй гол в этой игре. Альваро Маратович на замену вместо Гаррета Бейла отправляет второй мяч в ворота Касилье. На 86-й минуте становится счет 2-0. И уверенная победа Реала, казалось бы, состоится в этом матче. Но в концовке игры Эспаньол отыгрался на 90-й минуте. Пицца забивает мяч за Эспаньол. И таким образом портит немножко вечер Икеру Касильесу. Ну и создает, в общем-то, интригу. Хотя Реал столько очков разбазарил в концовке чемпионата, что вот от этой игры не зависело ровным счетом ничего. Могло зависеть второе место. Если бы Реал выигрывал, а Барселона проигрывала, то тогда Реал оказывался бы вторым. Но между вторым и третьим местом разницы нет. Никакой медали в чемпионате Испании не вручают на лиго-чемпионских отборах. Это тоже не сказывается. Так что большой здесь интриги не было. Ну а в концовке встречи Марата забил еще один мяч. 3-1 в итоге в пользу. В пользу хозяев поля чемпионский матч. Игра, в которой решалось, кто станет чемпионом. Барселона, которая успела уже устами главного тренера извиниться за провальный сезон. Вдруг в случае победы в этом матче обретала возможность стать чемпионом Испании. Три очка отрыва между Барселоной и Атлетико было в этой встрече. Перед этой встречей и, соответственно, так как в первом матче была ничья, а в Испании первый показатель при распределении мест в случае равенства очков, это именно личные встречи. Встреча завершилась ничью 1-1. И поэтому победа Барселоны делала ее чемпионом Испании. Ну и вот составы. Пинто у Барселоны в воротах Пике Маскирано. Центральные защитники Андриано Даньялгос на краях. Фабрегас, Бускетс и Ньеста в опорной зоне. Алексей Санчес, Месси и Педро играли в атаке. Ну а это эпизод, который случился по ходу первого тайма. Диего Коста потянул мышцу. Может быть, ее немножко надорвал. И был вынужден покинуть поле досрочно. Перед финалом Лиги Чемпионов Диего Коста получает повреждение в золотом для Атлетика Мадрид. Матчи, правда, на тот момент еще не было известно, золотым он будет или нет. Адриан выходит вместо Диего Коста. Ну а сам испано-бразилец, конечно, потом не сдерживает, не может сдержать слез. Потому что очень обидно, конечно, вот так за неделю до Лиги Чемпионов получить травму и проехать мимо. Может быть, решающего матча в карьере. Ну а это эпизод, когда Орда Туран получает травму. И вместо него на поле появляется Рауль Гарсия. Таким образом, в первом тайме двух игроков основного состава теряет Диего Симеоне. И вынужден приберегать замену оставшуюся третью до самого конца. Вот и Орда Туран тоже очень эмоциональный. Ну, конечно, начало матча просто выдающееся неудачно для Атлетика Мадрид. Две травмы основных игроков. Ну и в первом тайме еще и гол пропущенный будет. Это мы обязательно увидим. И пока смотрим, как Педро наносит удар головой после передачи Дани Алвеса. Снова Дани Алвес на правом краю. Пасует назад на Сеско Фабрикас. Заброс Лео Месси здесь, обрабатывая мяч сам себе, получается, отдает голевой пас на Алексиса Санчеса. Алексис феноменальной силой удар наносит в ближний угол. Тибо Куртуа не выставляет здесь рук. То ли боится врезаться в штангу, то ли считает, что мяч уходит мимо. В общем, короче говоря, в ближний угол проходит этот удар. И счет становится 1-0 в пользу каталонцев на 33-й минуте. Мы с вами смотрим уже фрагменты второго тайма. И Атлетика Мадрид снова в своем стиле достаточно агрессивно начинает. И попадает в штангу. Затем прострел здесь заблокирован Маскерано. Давид Вилья отыграл всю игру. Ну а вот так был сравнен счет. Это Диего Годин в прекрасном прыжке в своем репертуаре в стиле а-ля Годин. Отправляет мяч в ворота Барселоны. Мощнейший удар. И здесь Пинто, конечно, ничего поделать не может. Но если бы здесь находился защитник на штанге, то вполне возможно он справился бы с этим ударом. Бускец тоже не просто так бы кидает поле. Получил он повреждение вот в этом эпизоде. Вместо него Алекс Сонг. На поле появляется ничья. Делает чемпионом Атлетика Мадрид. Уходит еще и Педро. Вместо него на поле появляется Неймар. Фабрегаса заменил еще и Хави. В концовке встречи всех бросает в бой Тата Мартина, пытаясь спасти эту игру. Иньеста и, соответственно, чемпионат. Иньеста отправляет мяч в штрафную. Месси забивает, но из положения вне игры. Конечно, Атлетика, играющий с двумя вынужденными заменами и всего один ход, имеющий в своем распоряжении, старается играть максимально уверенно в обороне. Похоже, что здесь действительно было положение вне игры. В результате этого отскока от Фабрегаса на Лео Месси. Гол незащитен справедливо, но кроме этого у Барселоны, в общем-то, каких-то супер-выдающихся моментов забить не было. Вот удар с дальней дистанции. Это Дани Алвес. Стреляет, но уверенно играет Тибо Куртуа. Очень неожиданный получился удар. Мощный под перекладину, но здорово играет Тибо. И мяч из-под перекладины выуживает еще один навес. В конце игры Пикея играет центрального нападающего. И вот на него подача в исполнении Адриана. Он говорит, что здесь был толчок в спину, но в такой ситуации судья должен был быть на тысячу уверен. На тысячу процентов уверен в пенальти. Ничья 1-1. Атлетико впервые с 96-го года становится чемпионом Испании. То, о чем так долго говорили. То, чего не смог сделать Атлетико в прошлом сезоне. И, остановившись, выдохнувшись на половине дистанции, сейчас становится реальностью. Болельщики не сдерживают слез. Они не верят в то, что происходит. Атлетико Мадрид. Чемпион Испании. Ну и надо отметить аудиторию на Камп Ноу. Болельщики Барселоны встали и аплодировали команде, которая в этом сезоне оказалась сильнее. Барс и Атлетико Мадрид становятся чемпионом на Камп Ноу. Качают Диего Симеоне. Все вопросы о том, что будет происходить с командой дальше. Все потом. Все летом. Ну а теперь мы отправляемся в Валенсию на Мисталью. Здесь валенсийцы играли в заключительном матче чемпионата против Сельты. Команда в этом сезоне, в общем-то, разочаровывающий такой достаточно матч сезона. Провела и в Лиге Европы была очень близка к финалу, но за 10 секунд до конца, за 5 даже пропустила решающий гол. Не попала в Еврокубки. И теперь после смены хозяина клуба, а Петер Лим все-таки стал владельцем Валенсии, команда ждет межсезонье. Уже объявлено, что будет в распоряжении Валенсии 60 миллионов евро на приобретение новых игроков. Ну, в общем, сумма достаточная для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы нескольких сильных игроков на проблемные позиции призвать. Что касается Сельты, то это был последний матч, судя по всему, Луиса Энрике. В качестве главного тренера Сельты уже прошла информация о том, что он приступает к работе главного тренера Барселоны 7 июля. Сельта в чемпионате Испании перед этим матчем находилась выше, чем Валенсия. 49 очков у гостей было против 46 хозяйских. Ну и отметим, что Валенсия с отрицательной разницей заканчивает этот чемпионат. Удар из-за пределов штрафной. Первый гол в этой встрече забили именно гости. Это сделал Иньиго Лопес. Уже на пятой минуте он вывел свою команду вперед. Ну а в дальнейшем уже забивать могла и много могла забивать Валенсия. Самые разнообразные игроки имеют хорошие шансы. Вот удар с дальней дистанции. И уверенно играет Альварес, защищавший ворота Сельты в этой встрече. Это Митчелл наносил удар. Перечисление сложных проблемных позиций для Валенсии. Это, наверное, тема не обзора, а итоговой программы, которая 28 мая будет в эфире НТВ+. Смотрите, наши эфирмы обязательно будем говорить достаточно подробно о всех главных итогах чемпионата. И, естественно, о Валенсии будем разговаривать тоже. Софьян Фигули, игрок сборной Алжира, забивает мяч ответный в этой встрече на 40-й минуте. Здесь красивая скидка последовала от партнера. Ну и перед пустыми воротами практически оказывается Фигули. Но здесь был, конечно, еще вратарь. Серхио Альварес мяч достать не смог. Отметим, что Пабло Пьяти, один из самых низкорослых игроков всего чемпионата, отдавал здесь передачу головой на Софьяна Фигули. Снова Пьяти ассистирует. На этот раз уже ногами. И Варгес наносил удар, но не сумел вратаря обвести. Валенсии. Что здесь было? Конечно, здесь от 19-го номера гостей от защитника Джонни мяч залетает в ворота. Альвареса. Валенсия в последние недели дома очень здорово играла. И с Базелем выдала феноменальный матч, отыграв отставание проигрыш в счете со счетом 0-3. И даже в основное время, да, в основное время выиграла, соответственно, 3-0 и в дополнительное забило еще два гола. Мы помним с вами прекрасную полуфинальную ответную игру с Севильей, когда тоже был близок камбэк. Так что не должны удивлять вот эти, вот эта реинкарнация Валенсии. И такая яркая игра дома. В итоге 2-1. Валенсия при огромном количестве моментов обыгрывает Сельту. Обходит ее в турнирной таблице. Ну и теперь, конечно, ждет лето, когда будет серьезно меняться Валенсия. Ну и посмотрим на Луиса Энрике в его новой ипостасе уже этим летом. Следующий матч нашего обзора отправляет нас в Сан-Себастьян на стадион Аноэта. По результату Реал Соседат выступил хуже, чем в минувшем сезоне. Команда, напомню, год назад заслужила право играть в Лиге чемпионов. Ну а в этом сезоне в Лигу Европы попало, что, в общем, тоже, наверное, можно считать довольно серьезным успехом. Серьезным успехом можно считать и достижение Вильяреала. Команда в прошлом сезоне выступала еще в 2-м испанском дивизионе. И сразу же после возвращения попадает в Еврокубки. Боролась достаточно долгое время команда из пригорода Валенсии за Лигу чемпионов. И шла в четверке, но сил на весь сезон не хватило. Вывалилась сначала из четверки, а затем и пятое место. Севилье уступило. В конечном итоге Вильяреал оказывается участником Лиги Европы. Наверное, что для Соседата, что для Вильяреала можно это считать нормальным результатом. Потому как в состав и одной команды, и другой позволит им, наверное, на многое рассчитывать в Лиге Европы. Главное, чтобы не стала проблемой борьба на два фронта. Потому что ограниченность состава отличает что одну команду, что другую. Джованни Дос Сантос реализовал на 26-й минуте первый из четырех, наверное, таких трех, четырех хороших, увесистых шансов Вильяреала забить. Здорово здесь убежал от соперника. И обводящий удар получился у него что надо. Момент теперь у ответных, теперь ответный момент у противоположных ворот. Вот скидка и здесь Микельбергаром наносил удар, пытаясь дотянуться до мяча. Это был единственный серьезный момент Соседата в первом тайме. Мы с вами смотрим уже фрагменты второй половины игры. Антуан Грисман падает в штрафной, но похоже, что здесь не было нарушения правил. Надо отметить, что Карлос Велла является одной из целей, трансферных целей лондонского Арсенала. Он переходил в свое время за 3 миллиона евро из Арсенала в Сан-Себастьян. И именно у канониров есть право выкупа его за 4 миллиона евро. Такая опция, как для бывшего владельца прав на этого игрока. Вообще же сумма отступных за Карлоса Велла в контракте прописана в размере 30 миллионов евро. То есть, конечно, Арсенал имеет весьма серьезный дисконт. Ну так, на секундочку, в 7 с лишним раз дешевле, чем для всех остальных. Конечно, надо брать. Продолжает атаковать Соседат. Грисман имел момент. Теперь вот и Вильгериал свой шанс имел моментов. У желтой подводной лодки больше в этом матче. И вот так Уче наносит удары из убойного положения. Но не может здесь забить. Обработал мяч. И затем уже вторым касанием Уче наносил удар. Но тоже не сумел переиграть в артаре. В общем, игра получилась довольно веселенькой. Снова Джованни до Сантос катит мяч на Уче. Ну и здесь уже нападающий разбирается, как требует того уровень его мастерства. Джованни, конечно, тащит команду. Лидер безусловный. Но и Уче забивает за Соседат. В общем, тоже немало. Продолжает атаковать гостевая команда. И вот очередной момент, когда Перейро не смог переиграть Клаудио Браво. И Канатан Перейро здесь слишком уж просто бил прямо во вратаря. Ну а что касается Соседата, то в самой концовке встречи команде все-таки удалось отыграть один мяч. На 92-й минуте делает это как раз тот самый Карлос Вело. Который вполне возможно в следующем сезоне будет выступать за лондонский Арсенал. В общем, можно, наверное, признать выступление Сан-Себастьяна в этом сезоне успешным. Хакубо Арасате в целом справился со своей задачей. Хотя многие предрекали ему серьезную неудачу. Потому что борьба на два фронта и Лига чемпионов, и чемпионат Испании оказались серьезным испытанием для Соседата. Но команда его выдержала и занимает место в Еврокубковой зоне. Ну а теперь мы с вами перемещаемся уже в Вальядолит на стадион Ноэва Сарилья. Здесь борьба за выживание. 81 разный расклад перед этим матчем был. Вальядолит и Гранада, играя между собой, вынуждены были определить, кто из них вылетит. При определенном стечении обстоятельств смогли вылететь обе команды. Так, чтобы никто из них не вылетел, это было невозможно. Кто-то обязательно должен был испанскую премьеру покинуть. Ну и матч получился не самого, откровенно говоря, высокого качества. Коллега Генич, комментировавший этот матч, оказался солидарен с Сергеем Галецким, который смотрел эту трансляцию и написал в Твиттере о том, что это был матч команд уровня ФНЛ. Ну, очень даже может быть, здесь слишком высокие ставки были. Понятное дело, что рисковать здесь вынуждены были на каком-то этапе и одни, и другие. Но, конечно, риск таил в себе слишком уж высокую цену. И вот смотрите, что происходит. Здесь Нью по своим воротам наносят удар, и Роберто его успокаивает спокойно. Пока я в воротах, ты, братан, не забьешь, потому что ты из этой серии. Там еще и перекладина помогла. Гранади в этом эпизоде. Очередной удар Вальгидалида из-за пределов штрафной. Исправляется Роберто. Дальше Герра пытается добраться до этого мяча, но не удается этого сделать. Хефрен наносит удар. Тот самый, который играл в свое время в Барселоне. Удар теперь со штрафного в исполнении гостей. Франрико разыгрывает мяч с партнером. И мяч влетает в итоге в ворота. Клосс Гомес защитывает этот мяч от ноги защитника Митровича. Мяч влетает в сетку ворот Вальгидалида. Истерия, форменная на трибуне гранады. Все следят, в том числе, и за ходом параллельных матчей. Ну, хорошо видно, на самом деле, что мяч здесь линию ворот пересек. Поэтому, может быть, в динамике, в жаре нахождение на стадионе это не было очевидно. А повторы совершенно четко дают понять, что арбитр здесь правый. И мяч линию ворот пересек, а значит гол 1-0. Гранада выходит вперед. Взлетает в турнирные таблицы сразу на 4-3 позиции. И отправляет пока Вальгидалит во второй испанский дивизион. 38 очков было у гранады в этом матче. 36 у Вальгидалида. И таким образом, конечно, победа гранаду спасала здесь от вылета. Потому что Асасуна, которая играла параллельно, имела также 36. 39 было у Альмерии. 39 было у Хитафи. Вот это все главные участники борьбы за выживание. Уже в три нападающих играет в концовке встречи Вальгидалит. Имеет моменты, в том числе и Манушу, вышедший на замену, имел шанс. Долгое время пытались почему-то раскатывать мяч игроки Вальгидалида. Вместо того, чтобы грузить его в штрафную. Потому что что Хави Герра, что Манушу здорово играют головой. Но вот еще один момент, который у гранады возник. Не сумел здесь Эль-Араби переиграть вратаря Вальгидалида. Хороший получился момент красивости. И Кэдзи Манушу отрабатывает в обороне в собственно штрафной. Ну и здорово играет в данном эпизоде вратарь Хайме. Вовремя выходит из ворот. Естественно, что Вальгидалит идет вперед большими силами. Оголяя тылы. И у гранады возникает несколько моментов в контратаках. Вот, например, еще один шанс, когда с ударом в ближний угол справляется вратарь Хайме. А Игальо, а наносил удар Игальо. Ну и вот уже концовка встречи. Вальгидалит отправляется во второй испанский дивизион. Ну а гранада празднует спасение. Асасуна Бетис. Этот матч, прошедший на стадионе Эль Садар, был омрачен достаточно серьезным происшествием, когда не выдержало заграждение между ярусами на стадионе. И несколько человек упали сверху вниз. И есть даже, вошли весь мир фотографии, когда один из игроков Бетиса, по-моему, это был Паулао или Ндиае. Ндиае выносил ребенка на руках из всей этой толпы. Ну а что касается результата, то у Асасуны было самое сложное положение. Ей нужно было выигрывать свой матч и надеяться на то, что атлетик Бильбао обыграет Альмерию в гостях. И тогда при равенстве очков Асасуна имела бы преимущество по личным встречам. Потому что в Памплоне со счетом 1-0 выиграла Альмерия, а вот на выезде Асасуна выиграла со счетом 2-1. Свою часть программы Асасуна, в общем-то, выполнила на 12-й минуте Ариоль Риера. Забил первый гол в этой встрече. Ну а вот, собственно, эпизод, о котором я говорил, когда обрушилась трибуна. И вот Ндиае с ребенком на руках выбегает с поля. И здесь оказывается помощь прямо на поле некоторым болельщикам. Матч был остановлен и доигран после 30-й или какой-то там уже минуты. Все остальные игры в это время игрались. И затем после перерыва была достаточно длительная пауза в остальных матчах для того, чтобы синхронизировать время с вот этой игрой. Но здесь безумие на стадионе после гола Ариоля Риера как раз и привело к тому, что случилось. После возобновления игры забивается и второй мяч. Это делает Акунья. И счет становится 2-0 уже на 15-й минуте. Правда, между этими голами прошло довольно много времени, как мы с вами видели. Асасуна в этом сезоне катастрофически плохо сыграла с соседями по таблице. Имея, в общем-то, довольно серьезные показатели в матчах против Грандов. Асасуна, тем не менее, стоит на грани вылета. И не все от нее зависит именно потому, что команда плохо сыграла против равных себе. В матчах с Реалом, Барселоной, Атлетико Мадрид, в общем-то, не достигается поставленная задача, ставящаяся задача, задача сохранения места в элите. Нужно играть удачно против своих непосредственных конкурентов по таблице. Вот этого у Асасуны не было и поэтому, собственно, ее такая участь постигает. Но я, собегая вперед, скажу, что Асасуна вылетает, потому что Альмерия выстояла в матче против Бильбао. Хотя выстояло не совсем правильное слово, потому что мы об этом еще с вами поговорим. Мы увидим, что там довольно много моментов было именно у ворот Басков. В первом тайме пару раз мог забить и Бетис, ну а вот уже и эпизоды из второго тайма. Сивильская команда достаточно долго живет уже с осознанием того, что это команда уровня ФНЛ. Ну, то есть второго испанского дивизиона Бетис давным-давно вылетел. И в этой встрече ни на что не претендовал, мог только испортить праздник болельщикам Асасуны. Впрочем, он и так не состоялся, потому что, вот видите, слушают радио болельщики, а Асасуны ждут, когда же там Бильбао забьет. А здесь идет в атаку Бетис. Очередная попытка что-то сделать. Удар очень неплохой. Чика, кстати, его наносит. Крайний защитник смещается и в обвод вратаря по такой серьезной дуге бьет, но в створ не попадает. Бетис уже переживал относительно недавно. Вылет из первого испанского дивизиона и возвращался в премьеру. Так что команда знает, что такое вылетать, сохраняя состав, обновляясь. И если вы вспомните, то Пеппе Мель, который в этом сезоне начинал работу с командой и затем был уволен и уехал в Англию, в Эсбром. Пеппе Мель как раз ту команду строил. Он ее выводил в премьеру и достаточно высоко с ней забирался. Бетис даже дерзил лидировать в чемпионате. Ну а здесь 2-1 заканчивается встреча. Болельщики Асасуны, которые уже знают результат матча на юге Испании, в Альмерии, конечно, подавлены и страшно разочарованы. В следующих сезонах команда начнет во второй лиге. Райо Вальякана против Хитафи. Следующий матч нашего обзора. Райо давным-давно уже все для себя решил. Вообще, на самом деле, если говорить о Райо Вальякана как о некотором явлении или, может быть, примере, по крайней мере, для многих в испанском чемпионате, то нужно здесь оговариваться, что... То нужно здесь вот о чем прежде всего говорить. Во многих странах и в Англии, и в Испании команды меняли тренеров и по ходу сезона, и практически никому из этих команд не удавалось оставаться достаточно высоко. Но, как правило, клубы, которые меняют тренеров, борются в лучшем случае за выживание. Это касается и Испании, это касается и Англии, это касается и России, и всех остальных чемпионатов. Вот Райо Вальякана показатель того, что нужно спокойно, что может тренер, если его не дергать. Паку Хемес в этом сезоне несколько раз был на грани отставки. Райо Вальякана не тот клуб, где шатающееся кресло под тренером обсуждается как-то очень уж серьезно, вызывает массу дебатов, споров и обмен мнениями. Но шел на предпоследнем месте Райо Вальякана достаточно уверенно в этом сезоне. Пропускал пачками. Все над командой смеялись, что если там Барселона и Реал стремятся забить 100 голов в сезоне, то Райо Вальякана вот-вот 100 пропустит. В итоге они пропускают 80 в этом чемпионате, тоже, конечно, больше среднего. Но зато Райо Вальякана обеспечивает себе спасение еще в минувшем туре. И в этом матче ничего для команды не решалось. В этом матче решалось для Хитафи. Многое. Команда имела 39 очков и, в принципе, могла лишиться места в испанской примере. Но ее собственная победа, естественно, гарантировала команде продолжение борьбы в элитном испанском чемпионате на следующий сезон. Вынужденная замена. Случается вторая по ходу матча, по ходу первого тайма еще у Леванта Педро. Лафито ушел с поля, его заменил Маскера. Ну и Родригес заменил Борха. А так счет становится ничейным. Это Троссорос на 66-й минуте прямым ударом со штрафного. Забивает гол. Мяч очень неволомый здесь подпрыгнул перед руками Жулио Сезара и отправляется в ворота бразильского вратаря. Счет становится таким образом ничейным. 1-1. Еще один удар. И снова атакует Рая Вальякана. Надо отметить игру Ла Ревея по ходу этого чемпионата. Он достаточно много забивал в концовке. Ну и отметим, что Касмин Контра, пришедший к власти в Хитафе по ходу этого чемпионата, бывший игрок Хитафе, все-таки решает задачу по спасению команды в этом сезоне, хотя все было очень неоднозначно, все было очень тяжело. И в этой встрече, одержав победу, Хитафе обеспечивает себе спасение. Чаприан Марико отдает передачу на Сарабия, ну здесь, правда, с помощью рикошета от Рубена, но тем не менее. Именно Чаприан забил первый гол в этой встрече, вот так забивает Раю свой второй мяч, но он не засчитан из-за офсай. У Буэнас действительно здесь положение вне игры, так что мяч справедливый, не засчитан. Снова Троссорос подходит к мячу, опять опасно, и на этот раз Сезар вместе с защитниками исправляет ситуацию. Ну а в контратаке Хитафе обязан забивать, и это происходит, делает это Чаприан Марико, правда, делает он это с 11-метровой отметки. Вот здесь арбитр Хиль Мансано так, в общем, поиграл немножко на нервах у Хитафи, потому что вполне можно было здесь продолжать, дать продолжить атаку, точнее, засчитать гол, который в результате продолжения атаки и был забит. Рубен получает желтую карточку, 11-метровый, Чаприан оформляет дубль, 92-ая минута, Хитафе в примере на следующий год. В следующем сезоне Чаприан Пакухемес и Касмин Контрас могут продолжить этот разговор, обе команды останутся в высшей лиге и испанского чемпионата. Ну и вот, собственно, болельщики Хитафи приветствуют свою публику, которая приехала их поддержать в район Мадрида. Ну а теперь последняя игра в этой группе борющихся за выживание. Альмерия играла против Атлетика Бильбао. Отметим, что Корона провел очень классный матч в этой встрече. В этой встрече он был действительно чрезвычайно хорош. Замена в самом начале матча потребовалась Франу Велесу. Вместо него на поле появился Азиз, центральный полузащитник. Велес получил травму и не смог доиграть матч, в котором решалась судьба его команды. Что касается Атлетика Бильбао, то здесь смешанный состав был. Яго Эрерин в воротах. Эчейто вышел в центр защиты. Моран и Биньят играли в опорной зоне. Нападающий Гиермо на острие атаки. Так что, в общем, состав был смешанным. Но при этом и Муньяин, и Сусаэто, и Рико, и Баленсиага, и Лапорт, и Демаркес на поле были. Так что, сказать, что играли против дубля Атлетика Бильбао, это было бы преувеличение. Микеле Рико наносит удар с дальней дистанции. Для этого был еще один неплохой шанс у гостей. И здесь Лапорт наносит удар с штрафной площадки. И, естественно, что Альмерия следит за тем, как развиваются события в параллельном матче. А в параллельном матче Асасуна ведет со счетом 2-0, напомню, в 15-й минуте. И, соответственно, поражение делает именно Альмерию, той самой вылетающей командой. Это уже фрагменты второго тайма. Мы видим с вами, как Оскар Диас не дотягивается до мяча. И здесь Яго Эрерин хорош. Момент с попаданием мяча в руку защитнику Торсильери. Остается без внимания арбитра Эстрадо Фернандеса. Ну и затем пошли еще замены. Корона, здорово отыгравший, уступил место Сориану. Вместо Оскара Диаса на поле вышел Родри. И именно у Родри было два шикарных абсолютно момента для того, чтобы забить. Но пока Алекс Видаль доносил удар из предела штрафной площадки, здесь Яго Эрерин сыграл. Сначала не очень уверенно, ну а затем выбил мяч на угловой. Азиз. Ну это был не Азиз, конечно, это был Версер. Вот момент с прострелом на Родри. Он здесь немножко не успевает к мячу. И врезается ногой в голову Яго Эрерина. Еще один эпизод. Подача углового. Удар поворотом. Но мяч здесь идет милость вверх. Это на этот раз уже трюхи любит. Еще одна атака. Хонатан Зонго подбирает мяч здесь Азиз. Крутится, крутится, вертится. И в итоге еще одно повреждение. Здесь достаточно серьезное рассечение у Эчейты. И он уходит с поля. Все замены уже использованы. Поэтому Эрик Моран опускается в опорную зону к Лапорту. Ну и Моран несколько раз упускает Родри. Вот, например, момент, когда нападающий в Барселоне Бе, выступающий за Альмерию на правах аренды, должен был забивать. Здесь он в ближний угол ударил. И здорово, конечно, сыграл вратарь. Но этот эпизод должен был решать нападающий. Ну и еще один эпизод. Снова передача с фланга. И Родри перебрасывает мяч через вратаря, который вышел из ворот далековато. Но не попадает в створ ворот. Победа была гарантией для Альмерии в спасении в этом сезоне. Ну а в конечном итоге Альмерия висела на волоске. Момент просто шикарный был у гостей в этом матче. Вот пас в центр штрафной площадки. Гильермо получает передачу. И оказывается один на один с Эстебаном. Эстебан успевает выскочить из ворот и отбить мяч. И таким образом не пустить его в ворота. Болельщики выбегают на поле, чтобы вместе с Альмерией отпраздновать спасение команды. Альмерия остается в примере. Альмерия, который выughн не живут. Болельщики выбегают на поле, чтобы вместе с Альмерией непонятным сезонам. Ну а мы с вами теперь смотрим за тем, как Мадрид праздновал чемпионство и видели мы с вами президента Атлетико Мадрид Саресо в центре празднования. Здесь же и Диего Симеона, команда приехала в столицу и здесь красное, бело, синее море, естественно на улицах Мадрида, майки с надписью «Кампионос» и двухэтажный автобус с открытой крышей. В общем традиция празднования чемпионства и победы в чемпионате или триумф в кубке, в общем-то примерно одинаковая во многих странах. Мы с вами обязательно увидим еще один чемпионский автобус в эти выходные, когда либо Атлетико, либо Реал провезут по центру Мадрида кубок европейских чемпионов. Я не думаю, что здесь нужны какие-то серьезные комментарии к тому, что вы видите на ваших экранах. Мадрид Саресо в центре празднования. Мадрид Саресо в центре празднования. Мадрид Саресо в центре празднования. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Которую она только что выиграла Она этот кубок УЕФА уже дважды в 21 веке выигрывала Ей не привыкать В общем, короче, вот этот кубок УЕФА будет третьим в коллекции Севильи Только в 20 веке в клубном музее Ну и матч, в котором нужно было просто красиво отправить Севилью на каникулы Ну и Эльчи тоже Кстати, Эльчи, сумев сохранить место в примере Вполне возможно, на следующий год нам дарит очень красочное дерби С участием Эльчи и Эйбара Судя по всему, выходит, кстати, еще в примеру и Депортива А это значит, что у нас будет Галисийское дерби Снова оно появится Это все в обмен на дерби Севильское Потому что Бетис из примера вылетел И Севилья теперь одна будет представлять этот город Мы с вами видели, как Иборо Забил уже на 16-й минуте первый гол в этом матче Затем пару эпизодов создал Эльчи И уже во втором тайме Хайро делает счет 2-0 Правда, пока мы видим с вами удар все того же Хайро Который оказывается очень мощным, но не точным Вообще, Севилья тоже, конечно, не тема для отдельного разговора И обязательно в программе, подводящей итоги испанского чемпионата Мы о Севилье поговорим Потому что у Наэмери, поработавший, проведший противоречивые несколько месяцев в России И успевший здесь получить, в общем-то, прозвище, которого теперь от него не скоро отклеится По крайней мере в России Мы помним слова Артема Дзюбы про тренеришка Так вот, этот самый тренеришка выигрывает кубок УЕФА Этот самый Унай Эмери Севилью, которую лихорадил на протяжении нескольких лет Он ее стабилизирует Он с ней попадает в Еврокубки И оказывается в шаге Ну, хорошо, может быть в двух, а может быть в трех Но, тем не менее, совсем недалеко от Лиги Чемпионов От зоны Лиги Чемпионов Что для нынешней Севильи уже достижение Ну и, конечно, Севилья играла в этом сезоне Временами просто здорово Хотя, конечно, было и 3-7 от Реала Но была ведь и победа над Реалом во втором круге Которая, в общем-то, во многом предопределила судьбу чемпионства В испанском чемпионате Хайро на 60-й минуте делает счет 2-0 Мы с вами этот момент видели Иван Ракитич остался в запасе В этой игре вместо него номинально на поле играл Траховский Кстати, еще непонятна судьба самого Иван Ракитич, вполне возможно, что он сменит Севилью на мадридский Реал А Иборро, страшно подумать Иборро делает дубль в этой встрече 71-я минута Счет становится разгромным 3-0 Здесь заброс таким черпачком Нет положения вне игры Иборро оказывается один перед вратарем Гостей Кстати, отметим блистательную передачу в исполнении Рееса Рееса, кстати, и меняют Естественно, под овации Рамон Санчес Песхуан Выходит Иван Ракитич И Выходит он при крупном счете Правда, Иван Ракитич имел возможность Отличиться Удар со штрафного Но это не сказать, что очень уж убойная позиция Но Ракитича не из таких Бывало Попадал в ворота И здесь он в створ Угодил Но там Мигеля Рера Сыграл уверенно И в концовке матча Один мяч все-таки сумел Эльчи отыграть Делает это Бо Акье 90-е минуты В общем, самая-самая концовка игры Эльчи чуть-чуть Ну, поднимает себе настроение Все-таки не в сухую Проиграли Вообще сезон, которым Эльчи может вполне гордиться Очень долго команды не было в примере Не на чем было особенно строить Вот эту самую команду Она Из Второго дивизиона Поднимается в первую И здесь была Очень даже Конкурентно способна Эльчи остается в примере Севилья Попадает в Еврокубки Таковы итоги Этого матча Таковы сезоны Итоги сезона Для этих команд Вместе с вами Обзор 38-го тура Смотрел Михаил Поленов Спасибо за внимание Не пропустите Итоги Испании 28-го мая Ну и, конечно, Болейте Болейте за своих Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин